Гадо прицел на вереску мама Обычный трудовой день Тамилы Костоевой начинается с мероприятия, концерта или акции. Уже год, как она работает волонтером. А награда за труд – благодарные улыбки. Сейчас Тамила помогает в организации мероприятия ко дню инвалидов. Около сотни детей, обучающихся в Центре дистанционного обучения в Магасе, ждали этого праздника целый год. Для многих это единственная возможность пообщаться с ровесниками. А вот Ислам Гагиев ждал именно Тамилу. Мальчик страдает ДЦП. Много времени проводит с волонтерами Клуба Добрых Людей. Тамила за это время стала для него лучшим другом. Как у тебя дела? Нормально? Тебе нравится здесь? Ты поговорил с ребятами? Познакомился с кем? Нет. Примкнуть к движению волонтеров девушки помогли социальные сети. В одной из них Тамила нашла аккаунт активиста Клуба Добрых Людей. Когда появилась публикация об очередной акции, девушка, не задумываясь, откликнулась на предложение и не пожалела. Это была ярмарка для сестер-двойняшек, я помню. Собирали на лечение деньги. Мне даже доверили продажу книг. Для меня это было очень гордостью, что я представляла эти книги, продавала эти книги. Волонтерская деятельность в нашей республике – движение сравнительно новое. К примеру, Клуб Добрых Людей организован в 2013 году. Группа активистов, в числе которых была и НАТО Матиева. Сейчас она возглавляет движение. Еще в студенческие годы девушку интересовала благотворительная деятельность. Больше всего НАТО переживало за маленьких детей, оставшихся без родителей. Знала, что у нас нет детского дома. Я искала детские дома, отправляла туда детям открытки, подарки. А потом мне просто посоветовали, сказали, что для чего искать. Всегда есть рядом кто-то, кому нужна помощь. И вот таким образом я присоединилась к команде волонтеров. Если в начале в рядах клуба было порядка 15 активистов, то на сегодняшний день в КДЛ трудятся сотни волонтеров. Такая популярность благотворительных организаций нашей республики связана в первую очередь социальными сетями. Ведь именно в мировой паутине люди наблюдают за деятельностью клуба. В течение четырех лет активисты строят дома, раздают продукты питания нуждающимся, собирают средства на лечение больных детей, устраивают праздники для детей с ограниченными возможностями и ребят из малоимущих семей. Среди наших волонтеров есть даже школьники. Поэтому я думаю, что для каждого человека важно и нужно участвовать в такой деятельности. И это несложно. Даже если у вас не так много времени, один раз в месяц, участвуя в таких мероприятиях, вы помогаете не только другим, но и себе. С каждым днем количество желающих помочь нуждающимся и подарить болеющим детям свое тепло и безграничную радость только растет. А вместе с ними и число благотворительных организаций и фондов. Впрочем, чтобы стать волонтером, не обязательно вступать в клубы и фонды. Достаточно просто помогать другим. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.